Здравствуйте! Мы продолжаем наши беседы о государственных и политических деятелях прошлого и современности. И сегодня мы с вами поговорим о личности такого американского политического деятеля, президента Соединенных Штатов, как Франклин Дилана Рузвельта. Личность Франклина Рузвельта, президента Соединенных Штатов Америки, который возглавлял это государство в достаточно сложные, можно сказать, переломные периоды американской истории. Это во время крупнейшего мирового экономического кризиса и во время Второй мировой войны притягивает очень много внимания. Если обратиться к американским исследованиям, то, наверное, президент Франклин Рузвельт является наиболее популярной личностью. Ему посвящены не то что сотни тысячи исследований, полки книжных магазинов, они буквально завалены литературой о Рузвельте. Не обошли вниманием эту личность и российские исследователи, советские и нынешние. Однако сложность оценки этой личности, деятельности этого человека связана с тем, что он в настоящее время во многом стал символом. Прежде всего, вследствие реализации им своей экономической программы нового курса по выводу страны из кризиса и также как один из лидеров антигитлеровской коалиции, чья энергия, усилия оказали существенное влияние на успешный исход борьбы союзников стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Если обратиться к истории, то надо отметить, что деятельность президента Рузвельта протекала в достаточно своеобразный период. Дело в том, что Соединенные Штаты к концу XIX века превращаются в гигантскую супердержаву. Страна занимает огромные территории, которые населены энергичными людьми. Дух предпринимательства, который был присущ еще первым переселенцам, он оказывается одной из национальных черт американцев. И это проявляется и в том, что активно растет экономика. Кроме того, участие в Соединенных Штатах в Первой мировой войне, когда Соединенные Штаты длительный период времени стояли над схваткой, получая значительные прибыли от военных поставок, и затем, когда обе стороны были значительно ослаблены, вмешались в это противостояние на стороне Англии и Франции, привело к тому, что роль Соединенных Штатов резко возрастает. Хотя, как мы с вами увидим, среди политиков Соединенных Штатов в этот период времени, по-прежнему большое влияние сохранял так называемый изоляционизм. То есть, нежелание вмешиваться во внутренние проблемы, прежде всего, европейского континента, сосредоточение на проблемах самой Америки, ее влияние в Азиатско-Тихоокеанском и Американском, собственно, регионе. Большое влияние на будущего президента оказал также его близкий родственник Теодор Рузвельт, дядя, который занимал пост президента в начале XX века, и с чьим именем связаны некоторые новые тенденции. Прежде всего, это изменение фактического статуса президента, если раньше президенты в Америке выступали как, прежде всего, проводники политики Конгресса, то Рузвельт рассматривал президента как самостоятельную политическую фигуру и, естественно, стремился проводить именно такую политику, то есть усиление роли президента в формировании основных ключевых направлений решений вопросов внешней и внутренней политики. Кроме того, Рузвельт ратовал и за более активное участие государства Соединенных Штатов не только в решении внешнеполитических вопросов, но и внутриполитических проблем, в том числе урегулирования отношений между трудом и капиталом. Хотя государство тогда делало лишь только первые шаги в этом направлении, по-видимому, близкое знакомство с этими проблемами также не прошло даром и для будущего президента, племянника Франклина Рузвельта. Начало пути Франклина Рузвельта не говорило о том, что в будущем он станет президентом. Надо сказать, что Франклин родился в семье крупных предпринимателей 30 января 1882 года. Основным делом жизни предков Рузвельта был бизнес. Причем далеко не всегда удачный, тем не менее, семья Рузвельтов относилась к весьма зажиточной категории, обладала крупным капиталом по тем временам, хотя это были не первые в экономическом плане семейства Америки. Но, тем не менее, состояния было достаточным для того, чтобы иметь значительное поместье, дом, прислугу. И именно в этой обстановке рос маленький Франклин. До 14 лет он получал домашнее образование под руководством матери и участие гувернанта. Наверное, благодаря этому он неплохо знал иностранные языки, кроме английского, соответственно, он прилично владел немецким и французским. И даже в 44 году произнес речь на французском языке при передаче нескольких эсминцев о Франции, причем, как отмечали слушатели, на языке с приличным произношением. Что надо отметить, знание иностранных отнюдь не характерно для американских президентов. Затем он поступает в привилегированную школу, по окончании которой обучение в университетах. Сначала это Гарвардский университет, а затем юридический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке. Однако диплом юриста он так и не получил, отказавшись сдавать квалификационный экзамен. Это достаточно серьезное испытание. И Рузвельт решил, что обойдется без него. Когда позже над ним подшучивали, что для того, чтобы стать полноценным джельтменом, ему необходимо вернуться в университет и сдать этот квалификационный экзамен, Рузвельт, уже будучи президентом, говорил, что в его случае это не актуально. В 1905 году Рузвельт вступает в брак со своей будущей супругой, с которой он прожил всю последующую жизнь. И после окончания Колумбийского университета поступает в 1907 году на службу мелким клерком в одну из юридических контор. Надо сказать, что юридическая служба не очень его привлекала, поскольку реальная практика, как вы понимаете, оказалась далека от тех высоких теорий, с которыми он знакомился в университете. Однако здесь пробуждается его интерес к политике. Как-то при встрече со своим родственником, дядей Теодором Рузвельтом, он услышал такую фразу, что тот, кто станет губернатором Нью-Йорка, со временем может стать и президентом Соединенных Штатов. А поскольку юридическая практика его не слишком привлекала, он все больше и больше начинает интересоваться политикой. И в 1910 году он избирается в законодательное собрание легислатуру штата Нью-Йорк от демократической партии. Надо сказать, это был крупный успех демократов, поскольку ранее здесь преобладали представители республиканцев. И как писали газеты, что Рузвельт был крупным открытием демократической партии, открытием и потому, что финансировать избирательную кампанию необходимо было из своих средств, а как мы отметили, Рузвельт был выходцем из весьма состоятельного семейства. В последующем политическая карьера приводит его в Вашингтон. В 1912 году Рузвельт назначается заместителем морского министра и оказывается на государственной службе. Хотя заработки министра были и не слишком большие, но тем не менее военно-морское министерство было одним из ведущих министерств Соединенных Штатов. Под контролем Рузвельта оказался громадный военный флот, военные базы, морская пехота, экономические вопросы, то есть заказы для флота, это и уголь, и вооружение, оборудование, обмундирование и так далее. И также, что очень важно, военно-морское министерство было активным участником политических процессов. Прежде всего, надо отметить, что военно-морское министерство, в котором работал Рузвельт, отвечало за административное управление заморскими территориями, то есть назначение губернаторов, контроль за исполнением законов администрации этих заморских территорий. Кроме того, военно-морское министерство было и инструментом решения многих внешнеполитических вопросов. И здесь Рузвельт проявил себя достаточно умилым администратором и политиком. Прежде всего, именно в этот период у Рузвельта, мы видим, вырабатывается умение работать с профсоюзами, заняв пост заместителем морского министра, размещая военные заказы на тех или иных предприятиях. Рузвельт общался с лидерами профсоюзного объединения АФП, Американская Федерация Профсоюзов. И надо отметить, что это общение было достаточно конструктивным, поскольку во время его службы в министерстве на тех предприятиях, которые работали с ним, практически не было забастовочного движения. В то же время здесь мы с вами наблюдаем и формирование политических и внешнеполитических взглядов Рузвельта. Хотя он и принадлежал к партии демократов, но в то же время его взгляды и убеждения можно достаточно с полной уверенности характеризовать как весьма консервативные взгляды. Он рассматривал, являлся сторонником того, что США должны доминировать, если не во всем мире, то в регионе Северной и Южной Америки и отчасти Тихом океане. Именно при нем Соединенные Штаты выкупили у Голландии Виргинские острова, которые затем были переименованы. Осуществляется высадка американских войск на Гаити в 1915 году, на Кубе в 1917 году. Причем, как один из высших чинов военного морского министерства, Рузвельт, конечно, принимает активное участие в этих событиях, в том числе посещая с инспекциями Гаити и Кубу, рассматривая, как там осуществляются американские программы. Рузвельт также принял активное участие и в Первой мировой войне, хотя, конечно, это участие носило своеобразный характер, поскольку Соединенные Штаты в боевых действиях практически не участвовали лишь на последнем этапе. И после вступления США в войну в Европу, в Европе Рузвельт отправляется на европейский континент, правда, опять же, наблюдая боевые действия, лишь издалека, иногда посещая передовые с инспекционными поездками. Единственное более или менее реальное столкновение было во время плавания на эсминце в районе Азорских и Канарских островов. Там была замечена подводная лодка, правда, германская подводная лодка, правда, с ней в боевое столкновение решили не вступать. И, как отмечают исследователи, чем дальше отстояли события от того дня, тем ближе к эсминцу оказывалась эта подводная лодка. Ну и, соответственно, тем большая опасность представлялась для будущего президента. В 1920 году Рузвельт уходит в отставку с поста заместителя военно-морского министра. и занимается бизнесом вплоть до 1928 года. В 1928 году он участвует в избирательной кампании на пост губернатора штата Нью-Йорк. И здесь ему сопутствует успех. Надо сказать, что этот период времени между 1920 и 1928 годом был достаточно противоречивым для будущего президента. С одной стороны, он, конечно, имеет возможность уделять больше времени себе, своим личным проблемам, занимаясь, занимая пост в одной из американских финансовых контор. он получает приличное жалование, что укрепляет его материальное положение. Кроме того, он занимается лоббированием, не порывает свои политические связи, хотя не занимая никакой выборный пост, в то же время он остается политиком, и его имя не сходит с печати. И с другой стороны, в этот же период его постигает крупное несчастье. В 1921 году он заболевает, переохладившись после купания, он получает болезнь ног, которая лишает его возможности ходить. И в достаточно молодом возрасте Рузвельт становится инвалидом. Надо сказать, правда, что здесь проявились лучшие черты характера Рузвельта. Болезнь, хотя обрушилась на него внезапно, но не сломила. Оптимизм Рузвельта, его склонность находиться в приподнятом настроении, радостно воспринимать мир, окружающую действительность, отмечалась многими современниками. В то же время это была достаточно сложная личность. И прежде всего многие современники, особенно те, кто близко его знали и работали тесно с Рузвельтом, отмечали такую его человеческую черту, как неискренность, склонность не доверять людям, или, как выразился один из его ближайших помощников, Рузвельт постоянно держал карты у живота, не испытывая склонность раскрывать их даже перед ближайшим окружением. начало взлета политической карьеры избрания Рузвельта на пост губернатора от штата Нью-Йорк совпало с обострением внутриполитической и внутриэкономической обстановки. Соединенные Штаты стояли на пороге крупнейшего экономического кризиса Великой депрессии. 24 октября 1929 года США разразился крупнейший финансовый кризис, который получил обозначение как Черный Четверг. В дальнейшем экономика Соединенных Штатов начинает двигаться по наклонной плоскости. Все больше и больше развертывается пропасть кризиса. Огромная масса людей оказываются безработными. Надо сказать, что во время этого кризиса порядка 19 миллионов человек лишились работы. Это были огромные массы людей. Естественно, они лишились не только работы, но и средств к существованию. Значительное число из них оказались на улице, поскольку не имели средств для оплаты жилья и были лишены возможности иметь и пропитания. Все это вызывало серьезное беспокойство в американском обществе. здесь проявляются начатки той политики, которая связывается с именем Рузвельта президента и получила название «Новый курс». Будучи на посту губернатора штата, Рузвельт предлагает оказывать чрезвычайную помощь безработным пострадавшим от кризиса. По его инициативе проводится программа экономии бюджетных средств, образуется специальная администрация чрезвычайной помощи, которая собрана через пожертвования и главным образом через бюджет средства направляет на помощь лицам, которые остались без средств к существованию. Прежде всего это выразилось в организации бесплатных столовых и также в организации общественных работ, где люди, выполняя работы на благо общества, хотя и не получали заработной плате в истинном смысле этого слова, но им предоставлялись определенные финансовые средства для существования. Тем не менее в рамках и самого штата эту проблему нельзя было решить. Что же касается Америки как государства в целом, то президент Гувер, который находился в Белом доме в этот период времени, оказался неспособным в принципе выработать стратегию по преодолению кризиса. Нельзя сказать, чтобы американская администрация президента Гувера оставалась пассивной, бездеятельной и ничего не предпринимала, но тех действий, которые она пыталась вывести страну из кризиса, было явно недостаточно и иногда они приводили даже к отрицательным последствиям. Так, допустим, пытаясь поддержать фермерство, Гувер создал специальную администрацию продовольствия, которая скупала излишки на рынке, а затем, скопив значительные запасы этого продовольствия, эта корпорация выбросила эти излишки на рынок, чем самым окончательно обрушив цены. Естественно, такая политика не способствовала не только популярности президента Гувера, но и самое главное, она не давала возможности стране выйти из кризиса. Однако, усилия Рузвельта, как губернатора штата Нью-Йорк, они не оказались незамеченными и в 1930 году он вновь переизбирается губернатором этого штата и здесь как раз все больше и больше наблюдаются его президентские амбиции. На выборах 1932 года Рузвельт был избран президентом Соединенных Штатов. Надо отметить, что Рузвельт был нарушителем одной очень важной, хотя и не писанной традиции в конституционном праве, в конституционном в конституционной традиции Соединенных Штатов. Рузвельт избирался на пост президента четыре раза. Это 1932, 1936, 1940 и 1944 годы. Надо сказать, что в этот период Конституция США не содержала то оговорки, того ограничения, которое имеет нынешняя Конституция, то есть запрет переизбираться два срока подряд. Но еще со времени первого президента Джорджа Вашингтона в Америке существовало как бы неписанное правило, что более двух раз на один и тот же переизбирается, не выставляет свою кандидатуру. Надо сказать, что попытку нарушить эту традицию предпринимал и родственник Франклина, президент Теодор Рузвельт, выставив свою кандидатуру на третий срок. Однако был, во-первых, ранен, поскольку далеко не все выражали согласие с возможностью нарушения таких традиций, на него было совершено покушение. Во-вторых, привел к Роскову демократической партии и эти выговоры проиграл. Рузвельт шел на выборы в совершенно новой обстановке. Это обстановка внутреннего, а затем и внешнего кризиса. Если выборы 1932-1936 года связывали как раз возможность или способность Рузвельта организовать страну и сформулировать те направления политики, которые помогут преодолеть кризисные явления в экономике, то выборы 1940-го и самое главное 1944-го года были в основном связаны с кризисными явлениями во внешней политике. Это начало Второй мировой войны и ту позицию, которую занимал Рузвельт во время Второй мировой войны. Здесь, видимо, избиратели как раз его поддержали. Кроме того, что Рузвельт начинает заниматься вопросами выхода страны из внутреннего экономического кризиса Рузвельт предпринимает и целый ряд достаточно ярких шагов, которые добавили ему популярности. Прежде всего, известно, что в Соединенных Штатах в этот период времени действовал сухой закон. И Рузвельт был как раз тем президентом, который этот сухой закон отменил. Правда, отмена его произошла поэтапно. Первоначально в 1933 году была отменена запрет на продажу пива, а затем чуть позже и запрет на продажу более крепких напитков. Здесь же при Рузвельте произошло реформирование и образование Федерального бюро расследования. Надо сказать, что ФБР было создано не на пустом месте. Существовало ведомство, которое контролировало соблюдение закона о запрете торговли спиртными напитками. После отмены этого запрета это ведомство было реформировано именно в ФБР. Его функции полномочия были расширены как ведомство которое должно было бороться с уголовной преступностью и прежде всего с организованной уголовной преступностью которая за время действия сухого закона в Америке конечно набрала силу. И здесь интересен еще один поворот который был осуществлен в деятельности ФБР при прямой поддержке президента Рузвельта это начинает проводиться политика повышения авторитета привлекательности ФБР привлекается кинематограф для сценаристов были открыты архивы ФБР если до начала 30-х годов значительная часть кинопродукции в Соединенных Штатах носила если можно так сказать гангстерский характер где в главных героях и часто в положительных героях выступали гангстеры то есть с 30-х годов со второй половины 30-х годов политика начинает меняться все больше внимания уделяется пропаганде деятельности ФБР и инспектор полиции инспектор ФБР начинает представлять все более и более положительным героем если говорить о развитии внутренней политики решения экономических проблем то здесь надо отметить что Рузвельту удалось сформулировать именно новые подходы говорить о детально рассматривать новый курс мы конечно не будем этому можно посвящать не одну лекцию но важно отметить почему именно новый Рузвельт наверное впервые так четко и отчетливо сформулировал ответственность государства за экономическое и социальное развитие страны он указывал что государство должно предпринимать во-первых меры для того чтобы экономика страны финансы финансовый сектор промышленность и сельское хозяйство имели благоприятные условия для развития и если возникает кризисное явление предпринимать усилия для его разрешения ну интересно в частности его шаги которые были предприняты для оздоровления финансовой ситуации вот тот черный четверг привел финансовую систему страны на грань краха вкладчики в массовом порядке изымали средства и с банков многие банки имели отрицательную ликвидность не могли расплатиться со своими кредиторами и вкладчиками закрывались банкротились финансовая система могла рухнуть в любой момент естественно с ней потерпела бы крах и вся американская экономика рузвельт пошел на достаточно жесткие меры объявив банковские каникулы выделив государственную поддержку банкам ну и главное он провел девальвацию доллара отмену золотого стандарта то есть свободного размена был запрещен вывоз золота и валюты за границу причем частные лица как физические так и юридические не могли иметь в своем обращении наличие валютные средства на сумму более 100 долларов все валютные средства должны быть сданы государству в уполномоченные банки нарушителям грозила тюрьма и значительные денежные штрафы кроме того в короткий срок что очень важно был принят закон о гарантиях банковских вкладов причем сразу же устанавливались достаточно высокий уровень гарантий вклады до 10 тысяч долларов гарантируя на 100 процентов до 50 на 75 и так далее надо отметить что даже тысяча долларов в тот период была достаточно большой суммой на нее можно было купить автомобиль заработок значительной части населения составлял несколько десятков долларов в месяц поэтому гарантирование сразу 10 тысяч долларов оно придавало уверенности населению Америки в устойчивости банков тем более что правительство давало разрешение на работу только тем банкам которых оно было уверенно то есть не сомневалось в их финансовой устойчивости специальные меры были приняты для поддержки промышленности сельского хозяйства для борьбы с безработицей ну и самое главное наверное при Рузвельте были сделаны первые шаги для решения социальных проблем был принят закон об установлении минимального размера оплаты труда и максимальной продолжительности рабочего времени в национальном масштабе был принят закон Вагнера в 1935 году о том что признаются профсоюзы признаются забастовка как средство разрешения трудовых конфликтов и признается принцип закрытого цеха все это позволило смягчить кризисные явления американской экономики однако исследователи до сих пор спорят о том смогла ли бы экономика Америки полностью преодолеть кризис если бы не начавшаяся мировая война когда армия поглотила армию безработных а военные заказы обеспечивали полную загрузку мощностей промышленности и ее расширение отдельной проблемой конечно является позиция Рузвельта во время Второй мировой войны долгий период времени Рузвельт обращал внимание прежде всего на внутриполитические проблемы а не на экономические мы уже с вами говорили что Америке среди значительной части элиты истеблишмента господствовала позиция изоляционизма то есть некоторой отстраненности от европейских проблем приход Гитлера к власти как и вообще фашизма в Европе первоначально не вызывал особого беспокойства у правящих кругов Америки так же как и у Рузвельта Администрация президента Рузвельта заняла достаточно отстраненную позицию по отношению агрессии Италии в Европе в 1935 году по отношению к мятежу Франко в Испании и помощи западных держав прежде всего Германии и Франко США действовал закон о нейтралитете и если стороны признавались воюющими сторонами США как бы должны были не участвовать в этом конфликте не поставлять военные материалы оборудование оружие но очень часто вот эта изоляция от конфликта она была на руку как раз агрессору поскольку он получал поддержку от других держав той же фашистской Германии но не получал поддержки от стран демократии США всегда же как мы с вами знаем причисляла себя к странам развитой демократии и тех стран которые являются эталоном демократического развития правда а с другой стороны в 1933 году Рузвельт прежде всего под давлением экономических интересов идет на установление дипломатических отношений с Советским Союзом признание СССР 16 ноября 1933 года дипломатические отношения между СССР и Соединенными Штатами было установлено и начинаются первые контакты между Рузвельтом и Сталиным однако в то же время Рузвельт в большей мере интересуется опять же внутриамериканскими делами чем европейской политикой и здесь складывается и надежда Рузвельта локализовать возможную американскую агрессию на восток то есть хотя Рузвельт и не принимал участие в подготовке Мюнхенского соглашения но в целом позиция американской администрации была достаточно благожелательная к этому документу поскольку видимо правящие круги Америки в том числе и Рузвельт надеялись так же как правящие круги Англии и Франции что Гитлер пойдет прежде всего на восток а не на запад однако по мере усиления агрессивных планов Германии и европейского фашизма отношение к этой проблеме у Рузвельта начинает меняться он все больше и больше усматривает в деятельности германского фашизма угрозу интересам и Америки и хотя конечно военный конфликт представлялся весьма проблематичным слишком большие расстояния разделяли Германию и Америку но Рузвельт как-то в одно из выступлений отметил что завоевав Европу Гитлер может навязать ей свою политику и влиять на политику тех регионов где доминирует или должно доминировать по мнению Рузвельта влияние США это прежде всего Южная Америка и Тихоокеанский регион после начала Второй мировой войны Рузвельт выступает за оказание всяческой экономической помощи Англии первоначально такая помощь оказывается исключительно за наличные но со временем в марте 41 года по инициативе президента Рузвельта принимается закон о ленд-лизе то есть и о бесплатных поставках военной техники и оборудования для прежде всего Англии и других воюющих держав против стран России 6 декабря 1941 года внезапным Рузвельт выступает с обращением к Японии дело в том что отношения между этими странами были достаточно накалены но в пекле войны которая начиналась лишь две крупных державы оказались невовлеченным это США и Япония и США и президент Рузвельт в то же время пытались локализовать агрессию Японии не против своих интересов не против своих союзников в азиатском регионе а против Советского Союза выступление 6 декабря обращенном к Японии к японскому императору Рузвельт перечислил страны на которые Америка не собирается нападать и нападение на которых Японии будет рассматриваться как нарушение интересов Соединенных Штатов в числе этих регионов не было Советского Союза и Сибири хотя в общем-то было очевидно что такое нападение было возможно однако надежды направить японскую агрессию против СССР также оказались несбыточными и 7 декабря внезапным нападением японских морских сил и воздушных сил на Пёрл-Харбор начинается участие Соединенных Штатов во Второй мировой войне непосредственно массовые потери которые понесла Америка в ходе этой операции были остро восприняты общественностью и до сих пор Пёрл-Харбор остается в общем-то неразгаданной загадкой 8 декабря Рузвельт объявил войну Японии и таким образом война приобрела глобальный мировой характер в этот период складывается антигитлеровская коалиция основными ведущими силами которые были Рузвельт Черчилль и Сталин но и в этот период Рузвельт не оставляет попыток вовлечь Советский Союз против военные действия против Японии в 42-м году он предлагает Советскому Союзу помощь послать свои бомбардировщики на базы на Дальнем Востоке для того чтобы эти бомбардировщики действовали против Японии однако Сталин ответил что нам нужны не ваши летчики а самолеты и не на Востоке где Советский Союз не ведет войны а на Западном фронте и хотя Рузвельт был более последователен в проведении политики Ленд-Лиза помощи Советскому Союзу более последователен в отстаивании идеи открытия Второго фронта тем не менее он в принципе солидаризировался с позицией Черчилля в том что Советский Союз после Второй мировой войны не должен получить преимущественного влияния однако реализовать свои идеи Рузвельту до конца не удалось в апреле 1945 года после усилившейся болезни Рузвельт ушел из жизни тем не менее надо отметить что его жизнь и деятельность стали яркой страницей в истории Соединенных Штатов и эта фигура еще долгое время будет вызывать значительный интерес исследователей на этом наша беседа завершена до свидания до свидания с до свидания Продолжение следует...